Приветствую вас! Знаете, вот как в России, да и в общем-то в странах СНГ больше всего людей, в том числе и я, к сожалению, лечат. Вот до последнего терпят, до последнего ждут. И когда уже конец, когда уже край, эти люди начинают что-то делать. Понимаете? Какая штука. Вот, а вы мне напоминаете вот эту, к сожалению, вот эту историю. Когда, ну, до последнего ждете, до последнего надеетесь, что ситуация сама собой образуется, вот, она не образуется никак. И в итоге заканчивается все довольно плохо. Вот. И, к сожалению, это нормально, это логично. Но это же история про вас. Это история про то, как вы с самого начала, получается, получает с самого начала, игнорировали наличие проблем. У вас смуза, да? Получает. Вот. С самого начала вы не обращали внимание на то, что эти проблемы, они достаточно серьезные. Вот. Вы надеялись, что все само собой разрешится. И более того, вы даже пытаетесь убедить себя в том, что это нормально, что это нормально, что так у всех так. На самом деле нет. На самом деле нет. И ссоры, и ревность, это не про норму. Это про страх. Про страх близости. Вот. Это про страх сближения. Это про неуверенность в себе. Это про низкую самооценку. Это про чувство собственничество. Это про некоторой степени тревожности. Вот. Ну и, конечно, про особенности восприятия партнёра. Безусловно. Про особенности восприятия партнёра. Дальше. Ссоры по мелочам. Да, это вот по факту, вторым. Сторым по благодам говорят о никаких проблемах в отношениях. Значит, в постели, когда раз он меня удивлял, можно сказать, ушил на уму, потому, а потом начался налагал страстей, вплоть до брака, расхватения из-за ревности. Вот. В общем, всё нормализовалось. Часто на 6 месяцев беременности, гормоны шалят, мы разругались и он ушёл. Ну, опять же, у нас есть никакой ответственности. Вы на себя по факту аноним не берёте за то, что разругались. Ну, вот. Фрейм уют. Хотя, разругались с ним бы, в том числе. Ну, понятно, что и он с вами тоже ругался. Но ругались вы. Это очень важно понимать. Поэтому тут вопрос именно в том, собственно, из-за чего ругались. Как ругались. Дальше. Случайно я узнал, что он смотрит порно, не просто, а значит, определенного типа. Я в ужасе. От чего вы в ужасе? Вот. От чего конкретно вы в ужасе? Значит, ээээм. Ваш муж, скорее всего, чувствует себя не совсем комфортно. Ага. В ваших отношениях. Он чувствует себя слишком активным, может быть, в отношениях с вами. Ему хотелось бы меньше активности. И больше активности. Ну, условно говоря, там, с вашей стороны. Ему хотелось бы больше доминирования. Ему хотелось бы больше... Больше... Какой-то вот... Как сказать... Может быть... Больше обратной связи. Больше активности. Заполены... За стороны... А-а-а... Значит... Ну... Поезжим он. Вот. А вы им этого не даете. Ну, я вас не обвиняю. В принципе. Сейчас я просто говорю о том, что с чем связанным выбором человек с чем связанным выбором видео, потому что секс-возбуждение сексуальное в том числе появляется, когда человек чувствует себя в безопасности. Понимаете? Какая история. Вот. Вот и всё. Поэтому в этом и заключается основной момент, по которому ваш муж делает то, что делает. Но вот почему вас в ужас это повергло, это большой вопрос. С этим нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!